В самом начале выступления сенатор выразил свое несогласие с принятыми нормами по защите Байкала. Изменения вступили в силу с 1 июня, и отныне, прежде чем возводить любую постройку на Байкале, нужно пройти экологическую экспертизу. В первом варианте законопроекта экспертиза требовалась лишь при строительстве на отдельных территориях Байкала. Вроде бы мы с ней соглашались, но когда на каком-то этапе заменили центральную зону на всю Байкальскую, то есть на всю Бурятию, то вполне понятно, что строительство любого туалета сейчас потребует проектно-оценки в Красноярске и еще экспертиза экологическая. Юридические, физические лица, которые хотят строиться, они этой возможности будут лишены. Претензии по новым ограничениям сенатор планирует озвучить главе Минприроды России. В целом член Совета Федерации заключил, что проводимые в России реформы создают непрофессионалы. Также было озвучено опасение по поводу Байкальского ЦБК. В 54-м году прошлого века в Судянке был огромный селевой потоп. Если такое повторится сейчас и снесет промышленные шлакоотвалы, то это будет экологической катастрофой. Поэтому меры по предотвращению нужно принимать срочно. Первая задача – это надо сейчас изолировать золу шлакоотвалы от современных поверхностных водок. Второе – путем буровых скважин обсушить ее. Затем сухой илый шлакоотвал вывести. Разговор был не только о Байкале. Сенатор рассказал, что помогает нашему авиационному заводу продвигать товар. При встрече с руководством зарубежных стран он напоминает о возможности сотрудничества с промышленным предприятием. Завод, в свою очередь, по мнению Арнольда Тулоханова, не помешал бы построить сервисные центры в странах, которые приобретают продукцию. Ирина Ревенская, Евгений Павлов. Новости дня.